Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале Москва 24. В эфире программа Правда 24, мы ее ведущие Евгений Додолев и я Лейла Истражемская. Сегодня у нас в гостях актер театра и кино, пародист, народный артист России, не певец Александр Олешко. Слушайте, как вы меня прекрасно представили, вы мне дали звание народного артиста России, обозвали меня пародистом, так интересно. Я не пародист, я актер, я не народный артист России. В Википедии написано, между прочим. Так Википедии написано еще, знаете, как что на заборе, то и Википедии. Там вот такой список ролей, которые я не играл. Не интересуйтесь Википедией, дорогие друзья. Смотри, как я научу, как нас в таких случаях говорят. Вы народный артист, Александр, по факту, народ обожает вас и поклоняется вам. Вы народный артист не по каким-то там кремлевским указкам, а по воле собственного народа. Значит, по воле собственного народа, где-то месяц назад я участвовал в каком-то концерте, и ведущая меня представила. У нас в гостях народный композитор Советского Союза Александр Олешко. Я выхожу, я говорю, огромное вам спасибо. Вы дали мне звание, которого ни у кого нет, и самое главное, никогда не будет. Она говорит, ой, нет, 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 заслуженный композитор Советского Союза. Я ей говорю, остановитесь. Поэтому. Ну, собственно, я про кремлевский это не просто так сказал. Потому что, вот, все говорят, кремлевский актер. Теперь я знаю, кстати, что это обозначает. Потому что Олешко, он кремлевский. В Кремле же будут, да, у нас выступления. Мне очень приятно, во-первых, как вы меня так подаете, потому что я был действительно счастлив, когда мою инициативу сделать такой новый проект, который называется «Детский час в Кремле». В общем, очень внимательно рассмотрели. Генеральный директор Кремлевского дворца, народный артист России Петр Михайлович Шабалтай сказал, что это интересно, это будет здесь. И мы уже неоднократно делали вот такие какие-то экспериментальные заходы на территорию Кремля именно с детской темой. Потому что, ну, обычно ассоциируется этот зал с концертами шоу-бизнеса, либо классическими какими-то историями, либо балет. А детская тема – это только кремлевские елки. Но надо сказать, что всегда самые лучшие елки – это были, конечно же, в Кремле. Конечно же, я никогда не был на этих елках, потому что я был, значит, простой мальчик, а туда попадали, я так полагаю, непростые дети. Но вот я решил, что мне надо восполнить этот пробел, и я сам войду, значит, вот в Кремль с детской темой, и уже неоднократно с разными оркестрами, с разными коллективами. Я читаю сказки детям, и это большое счастье. Этот жанр придумала Наталья Сац, режиссер, реформатор, удивительный человек, который попросила в начале прошлого века Прокофьева написать сказку «Петя и Волк», чтобы маленький зритель мог на расстоянии выйти на этой руки, увидеть это чудо, рождение музыки, узнать музыкальные инструменты, поучаствовать вместе с чтецом и, так сказать, озвучить там кто-то Петю, кто-то Волка, кто-то Утку. Мне кажется, что пришло опять время популярности, нужности этого жанра, потому что, ну что тут говорить, мы все с вами в этих штучках живем, которые прелестно называются гаджеты, от слова «гад», и они как бы нас еще и обзывают, мы за последние деньги их покупаем, они говорят «гад же ты». Вот иногда хотя бы, не знаю, раз в неделю вытащить ребенка и, кстати, их родителя из виртуального мира и вдруг им показать вот это чудо, слово, артист, музыка, Кремль, территория Кремля, сады, Москва на ладони, потому что виды прекрасные. Поэтому мне очень хотелось, и мы уже неоднократно делали вот такие экспериментальные представления. Побольше конкретики, значит, 29 марта будет... 29 марта сказка «Кот в сапогах», которую я читаю с прекрасным оркестром. Валерия Беседина, удивительный композитор, написала очень красивую музыку, которая, знаете, как какие-то, так сказать, отголоски дарит нам из сказок Роу, но вместе с тем, это музыка сегодняшнего дня. По окончании вот такого представления музыкально-литературного я пою детям песни детские. Сейчас же что произошло? Дети перестали петь детские песни. Вы когда-нибудь слышали, что они поют детские? Нет, они не поют детские песни. Так не пишет никто детские песни? Да пишут, пишут. Просто нет для этого возможности этим композиторам, поэтам проявить себя, потому что дети, вот им там только 5-6 лет, они только стали какие-то звуки производить, что они там поют? Современные, совершенно не подобающие, так сказать, их возрасту, пониманию, их понятийному аппарату, как говорят песни, их душе. Спроси, о чем ты поешь? Не знаю, родители заставили. Или продюсеры умиляются, и вот, значит, они поют. Но это, честно говоря, ужасно, потому что, мне кажется, у ребенка таким образом отнимается тот прекрасный, не очень длинный период детства, который его потом может питать. Но я не знаю, как у вас. Вот я, например, абсолютно точно, если мне или грустно, или я устал, или я вижу какую-то, так сказать, глупость, или несправедливость, или гадость, или пошлость, я возвращаюсь в своем, так сказать, внутреннем мире туда, в свое детство, где все было правильно, черное было черное, белое – белое, учитель – это учитель, родители – это уважение. Вы сами рассказывали, что вы, будучи ребенком, там, в дезодорант пели, там, репертуар Кобзона. Ну, конечно, я кланялся, я кланялся, к вам пел, говорил, кланялся, потом говорил, дорогие товарищи взрослые, только что для вас выступал, пел и говорил, народный артист Советского Союза Саша Кобзон. Вот откуда это, народного артиста. Да, 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 мне очень хотелось стать народным артистом Советского Союза. А соседка, глядя вот на все эти мои выступления, и когда я говорил, что я Саша Кобзон, она моей маме говорила, Людочка, смотрите, у вас мальчик больной растет. Она говорит, ну, вот он так хочет стать артистом, мы верим, что когда он вырастет, это пройдет, вот я вырос, не прошло. Поэтому вот, будучи… Ну, не детский же репертуар исполнялся тогда. Тогда? Да. Тогда исполнялись патриотические песни, а они без возраста. Ну, то есть песня, условно, «Летите, голуби, летите». Это же невероятная песня. Конечно, ее не пел Кобзон, но мне очень нравилось, значит, «И вновь продолжает с собой, та-да-да-дам, И Ленин такой молодой и юный, А хотя бы впереди я за голову так делал». Ну, и ни разу не детская. Ну, ни разу не детская, но зато я вечно молодой, как в той песне. Но понимаете, в чем дело? Все-таки песни взрослые того периода моего взросления, они по качеству и, самое главное, по содержанию, все-таки отличаются от того, скажем так, материала, которым сейчас, ну, как работают, значит, вот деятели шоу-бизнеса, с которым они работают. То есть песня – это не песня, это трек. Стихи – это не стихи, это, не знаю, рэп там или что-то. Ну, просто это не мой мир. Он, я понимаю, что он должен быть, наверное, и мир разнообразный. Он должен быть таким, 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 таким. Но нельзя, чтобы, так сказать, вот это одно вдруг как волной закрывало все остальное. А почему именно детская тема? Почему решили окунуться именно в это? Потому что дети не проживают свое детство. Это первый момент, которым я вам сказал. Потому что дети очень рано становятся взрослыми, и я против этого. Потому что мне бы хотелось, чтобы мир детства был помягче, спокойнее, радостнее. То есть именно в этом периоде зарождаются мечты, фантазии. Какие-то оформляются... Давайте уточним, в каком именно периоде? Вот что мы называем детством? Когда оно кончается? Когда оно заканчивается? Я думаю, что тогда, когда человек уходит из школы. Я думаю, что школа – это еще детство. То есть у вас на самом деле ведь детство закончилось 14 лет, когда вы в Москву. Да, я, как Ломоносов, чуть ли не пешком пришел в Москву. Да, а сейчас ведь в школе учатся лет до 17, по-моему. Ну да, вообще сейчас какая-то такая сложность в этих школах. Каникулы в разное время, одеваются они все по-разному. Как-то это вот... Я тут пришел в одну школу с творческой встречей, и им стал по глупости рассказывать про то, как нужно доску, чтобы она была все время чистой, значит, нужно чаем. На меня смотрели, как на динозавра. И вдруг я понимаю, какой чай, какая доска. Они вообще не понимают, о чем я говорю. Я поворачиваюсь, у них электронные эти доски, у них планшеты. Я думаю, боже мой, как все изменилось. Я почувствовал, что мне лет 120. И потом у меня была еще одна творческая встреча через неделю. И там меня окончательно накрыло, потому что там какая-то девочка спросит, сколько вам лет? Я говорю, ну это, наверное, так сказать, вас нужно спросить, насколько я выгляжу. Ну я решил так, так сказать, поиграть. Она говорит, ну я думаю, что вы 1542 года рождения. И так и на полном серьезе. Я говорю, спасибо, добрая девочка, спасибо. И говорю потом всем воспитательницам, и там воспитательникам, говорю, я вам всем желаю дожить до моего возраста и выглядеть так, как я. Вообще, кстати, я люблю очень с детьми разговаривать. Это известно. И в этом смысле, вот Рина Зеленая, которая когда-то, еще до моего даже детства, в этом мире нашла свою дорогу творческую. Она собирала какие-то высказывания, какие-то оговорки, какие-то словечки она записывала и с этими номерами на сцене работала, на эстраде. Сейчас, наверное, это невозможно, потому что уже эстрада не эстрада, это уже шоу-бизнес. Ведущие это не ведущие, это уже, как говорят, объявляло. Знаете? Нет, первый раз слышу. Да, теперь говорят, что, значит, какой ведущий? Вы объявляло. Вышли, фамилия, имя, ушел. А я-то вот здесь, рядом с вашим зданием, заканчивал сначала эстрадно-цирковое училище. У меня в дипломе написано «Конферансье-импровизатор». Я был представлен когда-то Борисом Бруновым. Пожалуйста, говорит, это моя смена, Саша Олешко. И в 92-м году вот он меня представил на сцене «Цидери». Вы меня останавливаете, потому что я сейчас опять нырнул туда. Я с упоением слушаю. Нет, но я остановлю для того, чтобы вернуться все-таки, вернуться в будущее. В Кремль? Да, 29 марта. Что это будет по хрону, учитывая, что дети? Это будет одно отделение. Вы меня так сейчас приподняли второй раз. Сначала дав звание народный артист, потом сказав, «Вернемся в будущее, в Кремль». Значит так. В недалекое будущее. 29 марта. Это «Кот, сапогах» и детский концерт. 4 апреля. Это сказка о царе Салтане. Это струнный квартет «Мелодион». Это потрясающая есть талантливая девушка Наталья Тупикова-Мороз. Она сделала инсценировку из самых известных музыкальных произведений. И именно вот это ее видение, как она чувствует через музыку сказку о царе Салтане. Я неоднократно с ней работал. Это был потрясающий эффект, когда дети, особенно сидя на руках у своих родителей или у пап, ну сначала они ерзают, потом вдруг замирают там через 15-20 минут. И оп! Такое, знаете, слияние, смычка. И они все внимания. Потому что, ну, Александр Сергеевич Пушкин, наше все, великий русский язык. И, в общем, сейчас, когда все разговаривают матом, вдруг кто-то говорит удивительно красивым языком. То есть они реагируют просто на мелодию речи. Поэтому мне кажется, что это важно прийти всей семьей, именно всей семьей. Сколько это действие длится? Это в одно отделение вы работаете? Да, да, да. Вы меня простите, отвлекся. Вы спросили хронометраж. Это час 10, час 15. То есть сама сказка с оркестром – это час. Потом короткий концерт, 5-6 песен с детьми, разными детскими коллективами. И все в счастье и радости уходят домой. А вот так прозвучало, про ненормативную лексику. Вы вообще не употребляете в быту? Употребляю в быту, но представить себе не могу, чтобы я это сделал на экране или на сцене. Не могу себе представить. Мало ли, что я делаю в быту. Но я же это делаю в быту. И в том закрытом моем, так сказать, мире, ну, близких людей или для людей, которых это не оскорбит, которые понимают это. Ну, например, я играю с Александром Анатольевичем Ширвинтом в Театре Сатиры. Этот спектакль, так сказать, мой продюсерский проект, первый театральный такой серьезный. Ну, всем известно, и он сам об этом говорит, и в своих книгах он написал, что он, значит, матершинник в законе. Виртуозный. Виртуозный. И делает это прекрасно, сладко, но умно. Понимаете? Не грязно. Тонко. А умно. Тонко. По делу, к месту. Но я не могу себе представить, чтобы он с этим вышел на сцену. Или он с этим вышел в телевизионную аудиторию, в интервью. Все мастера сцены, все режиссеры, которых принято называть продвинутыми, они как раз сейчас в своих проектах, я не знаю, спектаклях, действиях, употребляют актеры вот эту лексику. И очень много обнаженки. Опять же, я понимаю, что это не ваша тема. Почему? Не для детей. Но, в принципе, это ведь какая-то глобальная тенденция. Вряд ли это только у нас. Как вы считаете? Это просто вектор развития вообще театральной отрасли. Вот мне кажется, что это от недостатка таланта, творческого какого-то особенного почерка и усердия над тем, что бы ты хотел сказать. Много ума не надо раздеться или послать куда-то кого-то в известном направлении. Вы видели сейчас нескольких мастеров крупных. Я думаю, что не нескольких, а целый список. Не называют. Целый список. Но мне совершенно, так сказать, нет дела до их реакции, как, собственно говоря, и им до моей реакции на их так называемое творчество. Для меня это не творчество. Для меня это отрыжка. Но извините, что я так говорю, потому что творчество это все-таки творить, играть на тонких струнах, понимаете, которые должны что-то в тебе вызывать. кроме, так сказать, вот этого изображения в зрительном зале. Да, это очень интересно. А никому ни черта не интересно. Да, это никто ничего не понимает. Внутренний есть протест. Все скучают по глазам, по лицу. Это видно. Но как бы неудобно признаться, потому что все пришли, да еще и за бешеные деньги. Это сейчас как бы модно. Понимаете, все уходят, плюются, говорят, да это полное, это вот, но сходим еще раз. Это значит... Почему? Ну, потому что человек не хочет трудиться над своей жизнью, над своей гигиеной своего внутреннего мира. Понимаете, все поменяли местами, с ног на голову перевернули и назвали, например, собственную болезнь творческим высказыванием, назвали свою наглость или пустоту вызовом и протестом, назвали пошлость и бездарность свободой и яркостью и самовыражением. И я думаю, ой, да потише, чуть-чуть потише самовыражайтесь, чуть-чуть потише, мне все про вас понятно. Вы мне не очень интересны, потому что это проще всего сделать. Проще всего. Вот если мы чуть-чуть опять назад, так сказать, ну, про актерское мастерство, например, поговорим, ни про мат, ни про это. Вот замечательно, когда-то Нонна Мурдюкова в каком-то интервии, я не помню, кому она сказала это, в Кинопанораме, по-моему, ей кто-то задал вопрос, вы на экране никогда практически не плачете. И я действительно думаю, как интересно, а правда. вот она играет такие роли, играла, и она в кадре, она говорит, ну, так это последнее дело, говорит, пускай зритель плачет и видит, что плачет у меня внутри, моя душа и все мое существо. Ну, во-первых, она казачка, она не должна, так сказать, плакать, там все по-другому скроено, другие, другого люди, другого содержания, качества люди. Но это мне очень понравилось, понимаете? Поэтому, а что, так сказать, меня куда-то тянете не туда? Я не хочу туда идти. Ну, хорошо, а шутки какие-то пошлые вы себе тоже не позволяете? Позволяю, но это не пошлость ради пошлости, а по, так сказать, поводу, ну, условно, есть какие-то потрясающие анекдоты, когда нужно где-то что-то сказать или но зато это сделать талантливо, а не так, что привлечь внимание, обязательно нужно снять трусы или показать задницу. Подожди, а что-нибудь чуть повыше ты можешь? Нет, не могу. Вот вы назвали меня пародистом, но я не пародист, это часть моей актерской жизни. Я вам больше скажу, я с огромным, ну, как бы сказать, недоверием всегда относился к этому жанру. К жанру пародии? Вам прекрасно удается, кстати. Не всегда, нет, это так, 50 на 50. Почему с недоверием и даже с опаской? Потому что успех пародиста это в общем-то 80% не его успех, это успех того человека, которого узнали, ну, в нем и его либо любят, либо не любят, но они его узнали. Понимаете? Не соглашусь. Это я так трактую, смотрите дальше, смотрите дальше. Теперь, допустим, берем условного пародиста и просим его быть интересным вне жанра пародии, на сцене что-то сказать, спеть или быть интересным и востребованным. Это мало у кого получается. Понимаете? То есть ты только с этим своим, так сказать, вторым, третьим, пятым, десятым лицом, с которым ты можешь взаимодействовать, может быть интересно. А мне тогда это сразу не интересно, потому что, хорошо, я хочу спросить, а ты-то где? Я хочу тебя увидеть, я хочу тебя понять. А ты-то, что ты, да? А нету. Поэтому этот жанр, он, я к нему прикасался, не все у меня получалось, я совершенно к этому как бы спокойно отношусь. Малышева рассказывала, что вы единственный из тех артистов, которые пародировали ее, прозвонили ей и предупредили, что готовится такой номер. Это только в отношении этой ведущей или это вообще ваша практика была предупреждать людей о том, что вы готовите пародию? Не совсем она, так сказать, правильно интерпретировала. Я позвонил не заранее, а по факту. Когда уже все было готово, я ей позвонил, предупредил и попросил прощения, если вдруг ее что-то, так сказать, заденет. Это первый момент. Второй, конечно же, я не всем звонил, хотя бы потому, что у меня нет их всех телефонов, номеров. Третий момент, с чем я столкнулся уже неоднократно, как только ты звонишь кому-то даже сказать спасибо за какую-то интересную встречу или ты звонишь спасибо за спектакль, который ты увидел или за песню, которую ты услышал или какой-то... На том конце провода это про всеобщее так сказать, недоверие, напряжение, какое-то... Люди изувечены. Да, 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 Ты сразу в списке подозреваемых, так что ему надо? А чего это он мне звонит? А значит, это так, что-то тут не то. А ведь раньше как было? Ну, люди хорошо воспитаны, если их что-то восхищает или они действительно кому-то испытывают какой-то эпитет или уважение, они позвонят, скажут, и ты думаешь, это интересно, обратная связь. Сейчас обратная связь, там, так сказать, в соцсетях или там по принципу дурак, сам дурак. Все, на этом как бы общение заканчивается. Ну, вот я из тех людей редких, если я действительно хожу на номер телефона, я звоню. Ну, я ей позвонил, действительно, она мне очень красиво, изысканно, талантливо отомстила. Она сказала, что, дорогой мой, я не обижаюсь, я с удовольствием посмотрю. Она посмотрела эту пародию, на следующий день она мне звонит в 9 утра, для артиста 9 утра это сложное время, но, тем не менее, я говорю, да, кто? Дорогой мой друг, я посмотрел пародию, я хочу вас уведомить, не приглашаю, она говорит, я хочу вас уведомить, что в субботу вы у нас снимаетесь в программе здоровья. Я говорю, да, хорошо, съемка в 8 утра. Я говорю, хорошо, что вы думаете? Я приехал и стал поджелудочной железой. Артист Олешка кто-нибудь породил? Да. Вы были пародии? Что самое удачное, что вам запомнилось и понравилось? Что было смешное, могу сказать, было несколько номеров интересных, совершенно неожиданных в КВН. Например, там, какое-то время назад, значит, объявляли список новых ругательств 21 века. И в топе ругательств на пятом пункте была, значит, такая фраза, это ругательство. Сам ты, Олешка. Я так думаю, ну, смешно, думаю, вообще думаю, за что же так это, почему так? Ну, вообще, мне нравится, когда что-то такое вот. Ну, потом, конечно, интерпретация фамилии, когда, значит, там всякие музыкальные, говорили, Олешка, Олешка, Олешка. Или там кто-то пел, Олешка, Олешка, Альцо. Тан-тан, тат-тат-тат-тат-тат. Потом, в большой разнице на меня делали пародии. А вы с юмором относитесь? Не обижаетесь? Если это талантливо и интересно, то я сам хохочу, правда. И я к себе с иронией отношусь. Это непридуманная история. Ведь есть сейчас люди, которые, так сказать, сейчас жанр интервью, все друг у друга берут интервью, да? Все блогеры, все, значит, везде все, все. Это вообще искусство отдельное. И ни в коем случае вам не в обиду, но вот я когда узнал, что мы опять с вами встречаемся, у меня прямо рррррррррр. Что это такое? Это нам педагог говорил. Если у вас вот здесь возникает, а это волнение или радость какая-то. Это хорошо. Это значит хорошо. Вот я как к вам шел, у меня... Потому что мне понравилось. А вот, кстати, про соцсети. Я правильно понял, что вы прям непосредственно вот этими перстами сами набиваете? То есть у вас нет специального человека, который бы за вас вел бы эти аккаунты. Во-первых, я веду только Инстаграм. В Фейсбуке вы тоже присутствуете? А это копируется то, что в Инстаграме. Но я читаю очень много всего интересного и неинтересного в том числе, чтобы быть в курсе происходящего и поставить диагноз тому дню или времени. То есть времени на это хватает у вас? Я вообще не очень активно это делаю, во-первых. Во-вторых, у меня не так много подписчиков. В-третьих, я их все, так сказать, мониторю и удаляю. Огромное количество странных, не очень мне приятных, сумасшедших людей. Мне, конечно, говорят, как же так? У приличного человека не может быть меньше миллиона подписчиков? Ну, значит, я такой неприличный. Извините меня, пожалуйста. К сожалению, наше интервью подходит к концу. Да мы еще не начали. Мы еще даже не начали. Ну, у нас еще будет время. Давайте я вам быстро прочитаю. Вот вы меня спрашивали про театр, и вы все поймете, какой я театр люблю. В связи с тем, что сейчас готовится столетие театра Вахтангова, а я имею честь служить в этом театре, мы очень много интересных документов сейчас читаем. И я прочитал замечательное просто послание Вахтангова, можно сказать, потомкам, но вообще это обращение к своим артистам. Вот какой я театр люблю, а не с голыми, значит, частями тела и грязным, так сказать, тем вот. Вахтангов, подумайте, друзья, у нас свой театр. Где еще так отдохнешь в работе? Потрясающе. Отдохнешь в работе. Ведь скажем, да, если ты будешь любить свою работу, значит, не один день в жизни будешь ходить на работу. Так вот, нежно и осторожно подходим к душе каждого. Бережем друг друга. И главное, бережем зрителя. Ничего грубого, ничего резкого. Хотим быть ласковыми. Хотим отдать то, что горит внутри. Хотим зажечь. Будем гореть. Будем творить, как умеем. Лишь бы радостно. Лучшего финала и не придумать. До встречи в Кремле, Александр. Это был народный артист. Александр будет творить, творить и радовать. Спасибо. 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 Спасибо.